В рамках региональной недели в общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся прием граждан по личным вопросам депутатам Государственной Думы Российской Федерации Антоном Басанским. Наверное, один из таких основных вопросов – это переселение из ветхого аварийного жилья. Ну, а в целом, если так разобраться, как началась региональная неделя, ну, на региональной неделе началась непосредственно с обращения граждан. Сейчас мы будем аккумулировать все наши обращения, которые поступили уже, я же сказал, в определенные блоки, и будем их изгружать уже в профильные министерства и муниципалитеты. Информация о предстоящем приеме граждан доводилась через СМИ и социальные сети региона и нашла достаточно большой отклик среди колымчан. Депутатам были рассмотрены обращения жителей по самым различным темам – от перенаселения из ветхого жилья до грязных маршруток. Любовь Голимбиовская, Александр Фещенко, Магаданское время. С момента входа съемочной группы «Вечернего Магадана» в муниципальный центр культуры в минувшую субботу мы констатировали – да, это праздник какой-то. «Вечерний Магадан» «Вечерний Магадан» «Вечерний Магадан» «Скажите, пожалуйста, что здесь происходит?» «Я не знаю» «Спасибо» «Вечерний Магадан» «Вечерний Магадан» «Вечерний Магадан» «Вечерний Магадан Они должны быть сумасшедшими. Немчего думать, нечего ждать, надо победу арестовать. А что здесь происходит? Ну да, здесь происходит безбашенное безумство, которое устроили студенты. Вообще это студент года, городской конкурс, проходит он в юбилейный 15 раз. Начался юбилейный конкурс очень необычно. На сцену вышли уже бывшие студенты, победители предыдущих состязаний. Студенты, а сейчас юристы, госслужащие, геологи, ученые, военные, художники. Участникам этого года, конечно, желаю, чтобы они все победили, чтобы все были оценены по достоинству, чтобы все получилось. Но и главное, чтобы не расстраивались те, кто не получит самый главный приз, не получит кубок, потому что это ничего не значит. Все равно остаются яркие воспоминания, много друзей и опыт на будущее. Традиционное напутствие студентам со сцены муниципального центра культуры сказал глава областного центра. Пуха не пера вам. Мне это последний раз эти слова говорили в 1979 году. Я не подвел тем, кто мне эти слова говорил. Я думаю, что вы не подведете и меня, и город, и своих ребят, которые здорово болеют. Я помню предыдущие конкурсы, но так как болеет медколледж, я никогда не слышу громких, ярких плакатов и аплодисментов. Удачи вам всем. Еще раз не пугай не теряйте. Конкурсные батлы студент года традиционно направлены как на выявление интеллектуальной подготовки участников, так и на их готовность юморить на сцене. Кого задушил от Элла? Не забыл. Дез Демону, согласно известной пословице, в споре рождается... Вдруг? Нет, в истину. В споре рождается вдруг. Это дерево называют ракитой. Какое? Не знаю. Ива, как называется дом, который на себе несет... Который на себе несет улитка? Этот? Как он? Ну? Ну? Таунхаус? На море собирают. Как они? Ну, только не ракушки, а она в женском роде... Ракушка. Ну, она одна... Ракушка. Неправильно, раковина, если их правильно. Поскольку получалось все не всегда и не у всех, ведущая одного из батлов Анастасия Якубек напрямую обратилась к участникам. Когда она поняла, что первые вопросы не идут, она начала просто шутить. И каждый ответ был очень смешной. Поэтому, по-моему, даже половину знала, но все равно продолжала шутить. Вот для меня это была самая памятная интеллектуальная разминка на конкурсе «Студент года». Поэтому легче ко всему относитесь, юморите. Ну, это же конкурс, это такая игра, и она и вас испытывает. Ну, и все пришли за хорошее настроение. Ничего не бойтесь, смейтесь. По ходу проведения конкурса расклад сил между лидерами менялся. Владимир Гурдин. Да, для меня здесь уже два человека, которые обратили на себя внимание целостностью, с одной стороны, легкостью, но не такой, которая бессодержательная, а легкостью отношения к жизни и яркостью подачи о том, о чем они думали. Поэтому, ну, это две девушки. Но некоторые номера зашли сразу как к залу, так и к жюри. Теперь предлагаю посмотреть, как выглядят геологи со стороны. Итак, геолог глазами медведя. А так нас видят девушки. А вот так меня видит моя девушка. Я глазами родителей. Какой-то три, наверное, на этой фотке. А тут мы с моим другом сидим в кафе. И я глазами группы поддержки. Глазами парикмахера. И глазами директора моего учебного заведения. Так или иначе, ну, каждая удачная шутка или номер сразу шли в зачет и склоняли чашу весов строгого жюри в ту или другую сторону. Мне кажется, в этом году как-то все очень ровно идет. У меня внутри есть лидеры, вот просто ребята, которые мне импонируют и симпатизируют. Я не знаю, выиграют они или нет. Очень часто те, кому я симпатизирую, как раз и не выигрывают. Мне нравятся люди с харизмой. У них там, может быть, не очень ровные выступления. Но я очень ценю чувство юмора. А вот, например, один из участников, Владимир Гурдин, он магаданский политехнических техникум представляет. Он демонстрирует очень качественный юмор. Ну, я не знаю, победит он или нет, но он мне очень нравится. Из восьми участников конкурса «Студент года» парень был только один. Учатся самые красивые, самые талантливые и привлекательные студенты. Это краса нашего города. А второе, в магаданском политехнику учатся самые лучшие парни. Мы являемся поставщиками лужиков на данный конкурс. Выбрать победителя было непросто, потому что все участники городского конкурса прошли конкурентный отбор в своих учебных заведениях. Объявлять победителя на сцену вышел Юрий Казетов. Ну, и самый волнующий момент. Мы специально не показывали за последний конкурс здесь баллы, чтобы еще какая-то интрига сохранилась. Итак, победителем городского конкурса «Студент года-2021» становится Фоминкова Александровна. Съемочной группе «Вечернего Магадана» первой удалось почувствовать эмоции победительницы. Эмоции зашкаливали, каждый конкурс был очень важен. Очень усердно готовились, очень сильно переживали за кулисами, но всех друг друга поддерживали. И у меня получилось. Олег Дудник, Александр Фещенко, Илья Пачин. Специально для «Вечернего Магадана». Предприятие «Галут» на работу требуется. Дорожные рабочие. Медик. Слесарь по ремонту ДСМ. Машинист категории С. Машинист автогрейдера категории Д. Водители категории Б, С, ЦЕ. Машинист экскаватора-погрузчика категории С. Плотник 5-го разряда. Специалист по закупкам. Автоэлектрик. Электромонтер до 1000 Вт. Инженер производственно-технического отдела. Инженер-экономист планово-экономического отдела. Заработная плата по результатам собеседования. «Галут», улица Гагарина, дом 58. Телефон 220-311. 27 января мэр Магадана Юрий Гришан вел чрезвычайную ситуацию из-за большого количества бродячих собак. В городе проблема бездомных собак стоит очень остро. Как бороться и что предпринимать по отношению к ситуации с бродячими псами, вечерний Магадан узнал у жителей областного центра. Надо обратиться к зоозащитникам, которые их защищают, собак, вот, и предложить им этот вопрос. Что нам делать? Вы защищали бродячих собак в свое время. Теперь у нас получились в Магадане инциденты. С детьми, с женщинами и так далее. Нехорошие инциденты. Возникает вопрос, где зоозащитники? А какое ваше личное мнение? Личное мнение мое такое, что этим должны заниматься компетентные органы, которые в настоящее время почему-то отмалчиваются и спрашивают мнение общественности. Вместо того, чтобы заниматься тем, чем они обязаны заниматься. Защищать народ, защищать общественность Магадана. Надо у людей гнойный гнид, который кидает своих псов. Вот, допустим, мой джек. Он был найден 12 лет назад под машиной с щенком со сломанной лапкой. Какая-то гнида знойная бросила новорожденного щенка под машину. Ну, не под машину, в общем, бросила. Так кто виноват? Мой джек или вот этот человек? Ну, раз уж собак уже очень много развелось, что с ними делать? Каждого хозяина ведь не выловить? А развелось от того, что, я повторю, это не люди, это гнойные гниды. Отдельно их или держать в этом самом, сделать, чтобы они, так бы сказать, в куче были, как оно называется? Питомники? Питомники, да. Питомники, наверное. Наверное, питомники. Питомники переполнены, тогда какой выход? Ну, точно не применять меры, которые, не знаю, могут как-то навредить. Надо, чтобы люди брали ответственность на себя, когда берут домашних животных. Чтобы они их на улицу не выбрасывали. А когда уже это случилось, то, конечно, я считаю, что их надо хотя бы порастерилизовать. Дальше она уже, как бы, поменьше будет уже вреда наносить окружающим. Хотя бы не будет плодить себе подобных. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает о проблемах с вашей банковской картой. Просит продиктовать код. Будьте бдительны. Это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты. Либо лично посетите офис вашего банка.